Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приближаемся к дням, которых, кроме уникального исторического события исхода, родилось еще одно, но уже заблуждение, которое живет по сегодняшний день, и которое мешает нам чуть ли не больше всего. Близится Пейсах, это время освобождения, и почти весь мир знает слова, которые Машера Бейну сказал фараону. Отпусти, народ мой! Знаменитая Let's My People Go! Но на этом предложение не заканчивается, и, к сожалению, не все знают продолжение. А там написано, отпусти народ мой, чтобы он служил мне. То есть, отпусти именно для этого. Отпусти не главное, главное, чтобы мы служили. А что у нас? А мы помним первое, забыли второе. И все до сих пор еще не понимают, для чего они вышли. Именно это и стоит вспоминать в эти дни, в дни Пейсаха. И почему именно через пустыню произошло возвращение. Что такое пустыня? В пустыне нет воды. Здесь нет таких мест, которые способны защитить человека от неудобств, например, деревья и так далее. В пустыне главная ценность вода. Эта характеристика помогает понять суть получения Торы и Торы вообще. Вода символизирует Тору, она основа мира. Она течет сверху вниз. Так и мудрость дается сверху. Человек никогда не способен был придумать ее сам. В отличие от еды, энергетические запасы, которые там содержатся в организме, и можем там неделю, там не знаю сколько продержаться или несколько. Без воды человек не может выжить. Так и с Торой. Мы наивно думаем, что без нее можем прожить осмысленную жизнь. Это не так. Бог сказал, без Торы не будет жизни. Человек беззащитен в этом мире. Беда может настичь его в каждый момент, в любое время и, не дай бог, в любом месте. Люди, анализирующие ситуации, знают и понимают это. Однако в мире есть защита, точка опоры. Это вера. Вера в понимание, что человек не один, что существует Творец, к которому можно обратиться, предлагающий нам избрать путь, который не кончается в этом мире, путь служения. Ведь этот мир только коридор в светлый зал. И мы обязательно пройдем этот коридор, если у нас в руках духовный путеводитель. Если мы пользуемся духовными путеводителями. А если только физическими выйдем из Египта, то мы выйдем, а куда мы дальше пойдем? Если мы помним, что пришли в этот мир только для того, чтобы идти, у нас не очень получится. Поэтому служить это настоящая миссия. Надо уделить ей хотя бы, ну не 24 часа в сутки, но 5-10 минут в день обязанность сделать. Песек это во время, как бы во многом время возвращения. Надо вспомнить потрясающие слова Любавического Рыбы. Возвращение это крайняя степень самовыражения. Никто не возвращается из-за того, что ему приказывают сделать. Способность вернуться исходит от нас самих. Это само по себе показывает, что мы никогда по-настоящему и оторваны-то не были. Никогда. Мы загрубевшие оковы там, тело, все это есть. Но ядро остается связанным с источником. И вот оттуда приходят призывы вернуться. Надо копаться, надо идти к ядру своему. Насчет того, что многие говорят, вот если бы я увидел Бога, вот то поколение я видела Бога. Вот что говорят мудрецы. А что такое видеть Бога? Написано, не может человек увидеть меня, остаться в живых. Значит, что такое видеть? Видеть? Можно ли этого достичь? Можно. Можно. Пишут мудрецы. Давид Кимхи писал, да? Один из первых комментаторов Танаха. Объяснял он так, что видеть Бога означает благодарить Его, прославлять Его, изучать Его пути. То есть мы с вами можем видеть Бога каждый день? Именно испытывающие благодарность Творцу за весь великолепный мир называют видящим Бога. Понимаете? Получается, что видеть это желание человека. Хочешь увидеть? Ведь если в каждом великолепном устройстве этого мира, в организованности, в красоте, каждый человек может увидеть Бога каждую минуту. Есть такая потрясающая фраза Талмуда. Каждый должен будет отчитаться за все хорошее, чего не смог оценить. Если ты не восхищаешься восходом солнца, морем каким-то прекрасным, чудесной картиной природы, если ты никогда не путешествовал к водопаду или горам каким-то красивым, или другие чудеса мира, если ты не осознаешь. Ведь Бог создал их для нас и совершенно неуважительно пренебрегать ими. Говорили мудрецы, если вам некогда вдохнуть аромат цветов, когда их положат на вашу могилу, будет слишком поздно наслаждаться их красотой и ароматом. Бог украсил землю так восхитительно, что может, ну скажем так, обидеться, если вы не разделите его восхищение и радость по поводу всего, что он создал на этой прекрасной земле. Эмоции, напитанные от этого прекрасного мира, нам тоже очень важны. Ибо чувство это единственное, что душа, отлетая от оставленного на земле через 120 лет тела, сохраняет. Именно эмоции бессмертны. Нам надо использовать эти дни, нам надо понять, надо попытаться вылепить свое счастье в эти дни. Оно состоит из многих вещей, которые мы должны принять решение. Бог слепил человека из глины. И притча такая, и остался у него маленький кусочек. Бог спросил уже у слепленного человека, что тебе еще слепить? Он говорит, слепи мне счастье. Бог посмотрел на него и положил в ладонь человеку оставшийся кусочек глины. Мы сами лепим свое счастье на этой земле. И вот это надо понять в эти дни. Браховая от слоха, всего самого-самого лучшего.